Здравствуйте! Представляем подборку самых интересных новостей недели. Расскажем о ремонте дорог в селах, узнаем, где трудятся школьники на летних каникулах, выясним, какие вопросы волнуют жителей Слободы и поздравим выпускников Суворовского училища. В студии Екатерина Рехтина. Давайте начинать! Улица Бадыгина в селе Воздвиженке будет отремонтирована полностью при условии экономии бюджетных средств. На данный момент обновили дорожное покрытие вдоль школы и детского сада. Также активно идут работы по углублению и расчистке кюветов. Состояние дороги по улице Бадыгина в селе Воздвиженке уже не первый год вызывает резонанс у местного населения. Жители сетуют на разбитое дорожное полотно в начале улицы. Условно улица Бадыгина разделена на четыре участка. Два из них имеют гравийное покрытие, остальные асфальтобетонное. Из бюджета Уссурийского городского округа были выделены средства на ремонт одного из участков. Совместно со службой заказчика были произведены все замеры, составлены сметы, объемы, посчитано все. На покрытие гравийных дорог требуется в разы больше затрат, так как объем работ предполагает асфальтирование с нуля. В бюджете Уссурийского городского округа появилась возможность выделить средства на обновление асфальтобетонного полотна на улице Бадыгина. Приоритет был отдан участку, который проходит вдоль школы. С учетом того, что там массовое движение детей в школу, транспорт, там детский сад, туда подвозят родители детей в детский сад, в школу, поэтому приоритет был отдан тому участку дороги. У меня здесь учились дети в школе, сейчас учатся внуки и даже правнучка. Вот, ходит в садик. И я хожу за ней в садик по асфальту от почты. Асфальт проложен очень хорошо. В селе Воздвиженке также ведутся работы по нарезке, углублению и причистке кюветов. Если удастся сэкономить средства, то они будут направлены на асфальтирование начала улицы Бадыгина. Илья Аманатов, Марина Роман и Игорь Антонов. Телемикс. Поработать летом цель некоторых уссурийских подростков. Возможность школьникам дают и даже официально трудоустраивают. Наша съемочная группа отправилась в бассейн «Чайка» и на ледовую арену, чтобы узнать, чем занимаются дети и для чего устроились работать. Уссурийские школьники летом трудятся практически наравне со старшими. С 9 утра уже на посту. Все, как у взрослых, даже трудовые книжки теперь есть. Так положено. И по закону с 14 лет уже можно официально работать. Немного денег самим заработать. Первые деньги и делается трудовая книжка. В будущем лучше будет на работу там устроиться. Мне просто это все говорили. Сейчас школьники трудятся в бассейне «Чайка» и на ледовой арене. Работы эти дети не боятся. Берутся за все, что доверяют. Моют, красят и даже шпаклюют. Кто-то пришел просто денег заработать, другие завести знакомство и чему-то научиться. За три месяца лета в «Чайке» отработают 9 школьников, на ледовой арене – 48. Интересно же. Как бы. Ну, что-то же научиться нового сделать. Так, и все. Есть какие-то планы на заработанные деньги? Что-то, может, конкретное мечтал купить? Да нет. Алена Сидорова устроилась работать летом впервые. С трудовой бригады приводят в порядок раздевалки для спортсменов. Готовят под покраску стойки для вещей. Пришла сюда работать, чтобы заработать денег и отдать их маме. Молодец. Скажи, чем занимаетесь? Какая основная работа у вас здесь в течение месяца? Ну, мальчики красят, а мы, девочки, обычно просто подметаем полы, протираем пыль. Ну, обычное женское дело. Тяжело? Нет. Не устаю. Несколько мальчишек трудятся на льду. Точнее, на месте, где был лед. Сейчас чаша опустела, вода ушла. Здесь у парней настоящая физическая работа. На улице обычно мы там тяпкой работаем, цветы садим. А на льдовой арене там маты таскаем или воду черпаем. Тяжело? Нет, не очень. Нормально сойдет. Трудовые бригады на это лето уже набраны. А чтобы не упустить свой шанс заработать в следующем году, необходимо в марте обращаться в управление по делам молодежи на Некрасова, 66. Подростков оформляют через центр занятости и по трудовой книжке. Екатерина Рехтина, Антон Новоцеховский, Телемикс. От рядового до полковника разведки, ветеран Великой Отечественной Борис Борсков отметил 96-й день рождения. Поздравить городскую легенду с праздником пришел глава округа Николай Рудь. Присоединилась и наша съемочная группа. Легендарный уссурийский офицер отметил 96-й день рождения. В таком возрасте каждый год юбилейный. Борис Борсков отбивал от немцев Москву, убрал Кенинсберг, воевал с японцами в Маньчжурии. На сражение пошел добровольцем. Теперь весь китель в наградах. Через речку ходили к немцам в тыл. Взяли двоих, но один в дороге скончался, одного притащили немца. Там я ворден получил. Красные звезды. За оборону Ленинграда, за взятие Кенинсберга. Остальные за победу над Германией, за победу над Японией. Ордена и медали описывают путь от несовершеннолетнего солдата до начальника разведки. В 60-х ослужил пару лет в Хабаровске и перевелся в 14-ю бригаду специального назначения ГРУ, где в свое время отдавал долг Родине и глава нашего округа. Николай Рудь поздравил с днем рождения ветерана боевых действий. Вы очень многое сделали в своей жизни. Вы являетесь достойным примером для нашей молодежи, да не только для молодежи. Спасибо, великое спасибо. Это вам великое спасибо за все то, что вы сделали. Вы действительно тот пример, который заслуживает большого внимания, уважения и почитания. Под командованием Бориса Евгеньевича среди своих разведчиков до 1945 года не было смертельных случаев. Потери появились только в последний год войны, когда командира разведроты Борского укомплектовали необстрелянной молодежью. Борис Евгеньевич вспомнил, как сам начинал сражение, будучи 18-летним мальчишкой. В нашу землянку попал снаряд немецкий, и человек 14 погибло. А мы в это время с другом устанавливали связь с одним из батальонов, который был километра 2-3 от полка. Стояли мы в обороне. Контуженные и раненые связисты восстанавливали кабель под натиском вражеского огня, когда от роты уже никого толком не осталось в живых. За такое мужество Борис Евгеньевич в итоге получил свою первую награду и офицерское звание. На пенсии полковник Борсков отработал в районном исполкоме в Ставрополе и вернулся к детям в Уссурийск, где живет 8-й год. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс. За считанные минуты остаться без крова над головой. В таком положении оказалась пара уссурийских пенсионеров. Летним вечером случился пожар, который полностью уничтожил крышу и веранду. А внутри дома надо успеть сделать капитальный ремонт и менять мебель. Черные стены комнат, обугленные крыша и мебель, а веранда сгорела полностью. 17 июня около 6 часов вечера в дом семьи Русин пришла беда. Языки пламени внезапно охватили жилище. Я вечером в 6 часов где-то пошла в магазин рядышком в 2-3 минутах ходьбы. Я стояла в очереди, но минут 10 я отсутствовала. Прибежала ко мне, тут жительница рядом, где-то недалеко живет. Спросила, кто тут Ирина в магазин забежала. Говорит, у тебя дом горит. Я бегом сюда, смотрю, черный дым валит у меня с веранды. В то время, как Ирина Ивановна вышла в магазин, супруг Михаил оставался во дворе. Но так был увлечен уборкой в сарае, что не заметил, как огненная стихия охватила дом. По мнению владельцев, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. Когда прибыл пожарный расчет, в пламени была только кладовая комната. Можно было его, конечно, предотвратить, чтобы в дом не пошел. Но не получилось. Вода быстро у них кончилась. Второй расчет пришел без воды. Потом опять воду, уже третий расчет пришел с водой. Начали ломать крышу, начали уже крыша загорелась. Ну, быстро все пошло. Пожар тушили около трех часов. К счастью, документы уцелели. Но то, что не сгорело, сильно залито водой. Семья Русин нуждается в кровельном материале. Любых остатках стройматериалов, обоях. Все, что может пригодиться при очистке и восстановлении жилья, необходимо погорельцам. Помочь пострадавшим достроить дом после пожара может каждый из нас. Контакты семьи и реквизиты счета на экране. Вопросы к власти. Жители микрорайона Слободы встретились с главой администрации и депутатом своего округа. Людей интересовали вопросы благоустройства, ремонта дорог и уличного освещения. Уссурицам рассказали о плановых работах и выслушали мнение местных жителей. Жители железнодорожной Слободы напрямую пообщались с властью. Глава администрации Евгений Корж проводит ежегодные встречи с уссурицами. Горожанам рассказывают о проделанной работе и планах на 2019 год. На Слободе монтированы тротуары на улице Слободской в границах от дома номер 4 до улицы Положкина, черная сторона. На улице Русской в границах от проспекта Блюхера до улицы Положкина. На проспекте Блюхера в границах от дома номер 64 до дома номер 82, черная сторона. Жителей Слободы волнует вопрос с освещением улиц, особенно на участках, где дети идут в школы и сады. По мнению слободчан, также не хватает в районе тротуаров и пешеходных переходов. Дело в том, что это нерегулируемый перекресток, там отсутствует пешеходный переход, на данном участке нет тротуаров, нет освещения. Мы вас услышали, в этом году точно тротуаров мы, скорее всего, не успеем, будем планировать на встречу, а по пешеходным переходам мы обратимся. Реконструкция улицы Воровского входит в планы этого года. В 2019-м построят сети уличного освещения Поваровского в границах от Слободской до Раковской. Это больше километра. В следующем году столбы с фонарями появятся в переулке Крупской. Также дорога Поваровского будет отремонтирована от Раковской до Урицкого. А жители дома по Полушкино-47 обратили внимание на бродячих собак. Проблема с собаками. Внутри двора, там где-то три, если не будет решаться этот вопрос, вылезли на очереди, но проблема такая, что там трудные собаки. Жители заверили, вопрос будет решен. Отловом уличных животных занимается управление благоустройства. Содержат бездомных в приюте. Предварительную заявку можно оставить по телефону 32-44-55. Обратились у Сурицы и с просьбой прочистить русло рек, чтобы не было наводнений. Это не наша собственность, это федеральная. Нас туда не пускают. Мы тоже, как и вы, пишем уже несколько лет, что федеральная собственность должна почистить нам с вами реки. Это не только в Сурийском городском округе, это во всем крае. Вы видели, дожди небольшие, а реки уже не убирают. Я думаю, что нас услышат все-таки федеральные власти и начнут чистить реки. Жильцов района ЛРЗ беспокоит, что в их дворах заводчане оставляют свои автомобили, чем мешают проходу и проезду к многоквартирным домам. Транспорт оставляют даже на тротуарах. Евгений Корж посоветовался с жителями по поводу парковки заводчан. Слободчанам предложили несколько вариантов, например, сделать парковку на улице Локомотивной, где снесены дома. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс. Жители улицы Дзержинского недовольны стройкой, которая идет на территории бомбоубежища. Площадка над объектом гражданской обороны активно использовалась жителями близ стоящих домов. Теперь на ней распоряжаются новые хозяева. В истории разбирался Илья Аманатов. Ждали детскую площадку, получили автостоянку. На территории бомбоубежища по улице Дзержинского строят платную парковку. Жителей микрорайона такая перспектива не устраивает. Автостоянок в округе хватает, а вот площадок для детворы нет. Здесь был небольшой детско-спортивный городок. Пусть не в очень хорошем состоянии, тем не менее, здесь постоянно дети у нас, подростки, занимаются футболом, играют постоянно, покрасить его там, подремонтировать, потому что это нормальное место для проведения досуга детей. Бомбоубежище также пользовалось спросом среди любителей алкогольного досуга. После увеселительного отдыха оставались стёкла, пакеты и пластик. Площадку навещали и собачники, которые не убирали за своими питомцами. И выходят, курят тут и пьют. Невозможно никто, вот взять с них же женщин, ни внуков, ни детей, никого не вывеси, потому что бутылки, склянки, бутылки и бусы. Жители восьми домов по улице Дзержинского хотели получить на спорной территории место отдыха. И пытались поучаствовать в муниципальной или краевой программах по благоустройству дворов. Но и тут загвоздка, ведь земля над бомбоубежищем городу не принадлежит. Заброшенный объект был в собственности ГОЧС. Позже перешел в ведомство федерального предприятия Росразмещения, которое и сдало территорию в аренду сроком на полвека. Всё законно, тем не менее, местные до сих пор надеются на детскую площадку. Я живу уже в доме с 1987 года, со дня постройки вот этого дома. На протяжении этого всего времени мы просим на бомбоубежище сделать спортивную и игровую площадку для детей. Дети сейчас у меня уже взрослые, старшему 34 года. Как видите, площадки до сих пор нет. Новый хозяин бомбоубежища во время стройки автостоянки убрал мусор, ржавые металлические конструкции, оккультурил растительность, прочистил ливневки и канализационные люки. Плюс ко всему, владелец парковки пообещал жителям, детский игровой комплекс, пусть не на всём участке, но будет. В скором времени, после того, как будет всё приведено в новый вид, будут подпилены деревья, будет устанавливаться детская площадка для маленьких детей и их мамочек. Для того, чтобы мамочки с колясками были спокойны сидеть в тени. Строительство детской площадки не входит в условия договора аренды. Владелец парковки решил возвести игровой комплекс от себя лично. При проведении рабочей встречи с арендатором данного земельного участка достигнута договорённость о размещении детской площадки между многоквартирным жилым домом и огороженной территорией. На основании вышеизложенного нарушений земельного законодательства в действиях арендатора земельного участка отсутствуют. Все ответы по жалобам даны заявителям. Арендаторы будут и дальше следить за территорией бомбоубежища. Устроит ли новая детская площадка местных жителей, покажет время. Илья Аманатов, Антон Вейцеховский, Телемикс. 21 июня – День кинолога. Это профессиональный праздник собаководов и их подопечных. В Уссурийске находится питомник, где выращивают служебных псов и закладывают основы дрессировки. Наша съёмочная группа познакомилась с действующими и будущими четвероногими инспекторами. Пёс по кличке Торен к службе готов. Трёхлетняя собака рвётся в бой, чтобы показать всё, чему научил хозяин. Этого зверя кинолог дрессировал для задержания преступников. На тренированное животное хватает за любую часть тела. Чаще ту, что ближе. В Уссурийском питомнике выращивают и готовят будущих сослуживцев. Первые собаки здесь появились в начале 2000-х. Начинали с восточноевропейских овчарок, после перешли на кавказских и немецких. В заведении живут производители 8 племенных собак немецкой овчарки, 12 щенков и 3 зверя, которые скоро отправятся в учебный центр. Передали за эти года, у нас получили 48 щенков. Четверых щенков передали по Дальневосточному федеральному округу. Это 2 ремонтных собаки немецкой овчарки в Хабаровске. Уссин по Хабаровскому краю одна собака Амурская область, Уссин и по Сахалинской области. У нас собаки служат от 8 до 10 лет. То есть все зависит. Бывает, что собака до 8 лет работает хорошо, бывает болеет. Все то же самое, как и у людей. Они так же хотят играться, они так же болеют, они так же скучают. Все то же самое. Дрессировать начинают щенков уже с двух месяцев. Сначала приучают к личке, ошейнику, поводку, командам рядом, ко мне сидеть. В питомнике находится и родильное помещение. Туда посторонних не пускают. А подойти к самым юным служивым пока можно. Сейчас этому щенку около трех месяцев. Пока он достаточно непослушно себя ведет, но через буквально месяцев пять он будет настоящий служебный пес. Сейчас они проходят только общие тренировки, учатся к хватке. Вот он уже, по-моему, умеет. До шести месяцев собаку еще считают щенком. После переводят на норму кормления как взрослых и передают кинологу. Дальше определяется направление пса. Охрана, управление конвоированием или поиск запрещенных веществ. В прессе продемонстрировали розыск наркотиков. Для чистоты эксперимента муляж спрятали журналисты. Дважды собака по кличке Фалькирия нашла имитацию. Сначала в сумке, потом в ящике. Ищи. Молодец. Почему выбрала? Потому что у меня с детства были собаки в семье. Всегда изначально. Родители завели мне первую собаку в 11 лет. Ну и порода первой собаки была восточно-европейская овчарка. Тогда было у нас где-то четыре породы таких наиболее распространенных. Это были восточно-европейские овчарки, это были немецкие овчарки, это были ротвеллеры. И доберманы. Все остальные породы уже как бы впоследствии стали привозиться. В этом году кинологической службе исполнилось 110 лет. Все эти годы собаки активные и серьезные помощники на службе. Работа кинолога и зверя делятся в неравных пропорциях. 80% делает человек, 20% — хвостатый напарник. Но именно эта пятая часть важна в расследованиях. Ведь, например, без чуткого нюха пса сложно найти запрещенные вещества. В Уссурийском Суворовском училище отметили 72-й выпускной. 65 мальчишек в этом году покинули стены училища. 8 с отличными аттестатами. Как кадеты прощались со своим учебным заведением наблюдала наша съемочная группа. Мальчишки-кадеты — надежда и гордость страны. Этот день для них особенный. В Суворовском училище большой праздник — выпускной. 65 ребят отправились из этих стен в свободное плавание. 8 из них — с золотой медалью. Для курсантов звучат поздравления. В первую очередь от учителей и наставников. В этом году Суворовское училище отметило 75-летний юбилей. Это уже 72-й выпуск. Мальчишки показали, что успели освоить за эти годы. Училище привило не только любовь к знаниям, но и к творчеству. Исполнили песни, прямо под дождем станцевали вальс. И снова в строй. Пройтись по плацу в последний раз, как одна семья, одна шестая рота. Для этих мальчишек школа закончена. Впереди еще много свершений и побед. По старой традиции, когда идут мимо командования, кидают к небу монетки. На счастье. После команды «Вольно» выпускники спешат обняться с близкими и прикрепить на грудь свою гордость. Значок кадета. Этот момент для каждого из них очень важен. Чувство очень необъяснимое, очень радостное и очень грустное одновременно. Потому что множество чувств и не можешь вообще понять, какое у тебя чувство. И радуешься, и грустишь. И полная неразбериха в голове на самом деле. Радость, что еще можно сказать? Грусть и радость, и грусть все одновременно. Чувства переполняет, честно. Хочется просто плакать. Потому что вот видимся последний раз. Такого больше не будет, к сожалению. И снова собраться в стройные ряды. И этот раз точно последний. Пока неизвестно, когда выпускники встретятся снова. А вот 5 июля Суворовский корпус заполнит уже новый состав пятиклассников, готовых встать на путь служения Родине. До свидания, товарищ полковник! Можно? Раззади! Ура! Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс. Жениться или не жениться – вот в чем вопрос. Такие назойливые мысли одолевают главного героя пьесы Николая Гоголя «Женитьба». Совершенно в новом формате предстанет перед зрителями невероятное событие в двух частях. В театре имени Веры Комиссаржевской. Представление не привязано ко времени. Молодая режиссер-подстановщик Ниоли Макутенайте приехала из северной столицы, чтобы подарить уссурийскому зрителю бурю эмоций. Четыре жениха, одна невеста. Премьерой драматической комедии Николая Васильевича Гоголя «Женитьба» закрывают сезон в театре имени Веры Комиссаржевской. А традиционно накануне актеры выкладываются по полной на генеральной репетиции. Зал постепенно наполняется зрителями, а в фойе ценители искусства и просто любители в предвкушении просмотра. Я очень люблю наш театр. Я всегда посещаю, вот хочу посмотреть, будет у меня определенное мнение, и я поделюсь со своими друзьями, и, наверное, приглашу их в театр. Я очень люблю театр наш, очень. Я хочу увидеть, как выступают актеры, как они переживают в реальности, и что они чувствуют. Две недели на проработку идеи постановки, два месяца оттачивания нюансов и впечатляющее выражение творческого замысла готово. Адаптированная для современного зрителя, но не потерявшая гоголевской глубины и шарма пьеса предстала вне времени. Так и было задумано режиссером-постановщиком. Мы не зацикливались на том, чтобы беспрекословно следовать тексту Гоголя. Мы старались его максимально оживить. И, соответственно, где-то появляются там какие-то еще слова, какие-то реплики наших, которые родились в процессе репетиций. Гротескный стиль, где женщины играют мужчин, а мужчин и женщин насыщает комедию добродушным юмором. Иное, свежее видение персонажей заставило актеров по-новому пережить свои роли. Дело в том, что я, когда работал в военном театре, уже играл роль Качкарева. Но здесь это совсем другой Качкарев, совершенно другой, совершенно другие требования режиссера к этому образу, к этому персонажу. Поэтому все как бы по-новому пережил. Совершенно невероятное событие в двух действиях было опубликовано в 1842 году. Изначально писатель назвал комедию «Женихи», но по ходу появления новых персонажей произведение приобрело окончательный вариант названия «Женитьба». Актерам удалось передать дух пьесы и воплотить необычную задумку режиссера современной постановки. Это высокопрофессиональные люди. Удивительно просто. Я когда ехала, я не ожидала. Я думала, ну, Уссурийск, маленький городочек, ну что там. А потом я увидела там первый спектакль, и у меня просто был шок, насколько они живые, насколько они харизматичные, насколько у них горят глаза. Одного. Непременно одного. Сегодня в труппе 32 человека. Из них 7 мастеров сцены. В текущем репертуаре театра насчитывается 40 спектаклей. На закрытие 81 сезона также подготовили премьеру для юных зрителей «Осторожно, дети», которую покажут в субботу и воскресенье. Марина Роман, Антон Войцеховский, Телемикс. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня расскажем о братьях Игоре и Славе. Эти родные друг другу люди хотят полноценную семью, и чтобы у них были мама и папа. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Илиада». «Илиада» – надежный партнер. У нас живут два мальчишки, два брата – Игорь и Слава. Они очень любят друг друга, хорошо к друг другу относятся. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Мне 14 лет, учусь в 7 классе, люблю рисовать. Моя мечта – стать художником. В сентябре я буду поступать в художную школу. Учиться буду я там два года, и, может быть, потом что-нибудь из меня получится. Игорюша, он такой более спокойный, он любит более интеллектуальные игры. А Слава, он такой более шустрый мальчишка. Любит танцевать, бегать, играть, какие-то спортивные у него все время занятия. Меня зовут Слава, мне 8 лет. Я учусь в первом классе больше всего. Я люблю либо играть в баймутон, либо просто рисовать или заниматься каким-нибудь делом. Мечта у меня о том, чтобы, ну, бля, побросить свои страхи, бояться высоты. Ну, или просто стать подпожарным. По вопросам устройства детей в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу. Улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. Рубрика создана при поддержке торгового центра «Оптстрой-ТВ». Вот так сложилась эта неделя. В студии работала Екатерина Рехтина. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова